Доброго всем балийского утра, друзья! Наконец поехал я с сыном в супермаркет и заснял видео о ценах на местные продукты. У меня не было, конечно, цели снять абсолютно все продукты, но, как мне кажется, я по основным продуктам, которые пользуются спросом на территории России, пробежался. И общее представление в любом случае вы иметь будете относительно цен здесь, в Азии, в Индонезии, на острове Бали. Это видео я снял по двум причинам. Первая причина, меня, во-первых, просили в комментариях и знакомые, чтобы я рассказал, что здесь почем. Это первая причина, чтобы ваш интерес удовлетворить. Я думаю, что вам тоже это будет интересно посмотреть видео. Но и вторая причина, я хочу развеять немножечко миф о том, что в Азии жить очень дешево и бюджетно. И мне даже говорили, по скайпу общался с человеком, что там на 300 долларов можно прожить. На 300 долларов прожить невозможно. На 300 долларов вы сможете арендовать на один месяц автомобиль такой бюджетный. Ну, желаю вам приятного просмотра, хорошего настроения и всех благ. Пока-пока, смотрите видео. Мы сейчас с Андрюшей приехали в магазин. Будем покупать... Что, Андрюша, мы будем покупать? Муку, масло. Что еще? Нет. Так, тебе сколько сколько? А у меня конфеты. И конфеты тебе купим. Нет, много. Много. Что, а поделиться? А, чтобы поделиться еще. Ну, молодец, чтобы поделиться. Ну, все, снижайся ночью. Мы с Андрюшей пришли в магазин. 24-часовой. Называется Коко Марк. Заходи, Андрюша. Сейчас мы с вами пройдемся и покажем вам цены на основные продукции. Пойдем, Андрюшка, знаешь, с чего начнем? Да. Начнем с самого основного, что обычно в России кушают. Давай пойдем посмотрим, сколько стоит молочка. Вот, как раз таки у нас молочный отдел. Молочный. Значит, по поводу масла. Масла, да. Масла. Вот стоит у нас масло. Да. Значит, не соленое масло, unsalted, стоит 125 с половиной тысяч рублей. Если мы разделим на два, это получается, одна пачка стоит 600 рублей с копейками. Ай, это вообще мало. Это стоит соленое масло. Оно стоит у нас, получается, 220 рублей. Вот эта пачка 220 рублей масла. Оно соленое? Ну, давай возьмем, например, посмотрим, сколько стоит у нас что. Пайс-сыр посмотрим, сколько стоит. Давай. Вот эта вот пачка сыра. Соленое? Нет, это не соленое сыр. Ну, как бы хлеб 12 кусочков, 12 штучек стоит 40 с половиной, ну, 39 с половиной тысяч рублей. Это 40 тысяч рублей, надо 200 рублей эта пачка стоит сыр. То есть, я думаю, что в общем представление вы имеете, да? Вот цены такие соленые, масло не соленое. Сыр. Ну, вот можете посмотреть цену. Так, молоко давай посмотрим, сколько стоит. Молоко стоит 78 тысяч рублей. 500. Это получается, что пачка 1 литровое молоко стоит у нас 400 рублей. Здесь вот есть за 150 рублей молоко. Даже есть за 100 рублей. Вот это вот 100 рублей, да, стоит. 1 литровое молоко. 1 литр. А я не похожий. Пойдем посмотрим, что у нас с маслом, Андрюша. С молочкой определились. Только смотри, не врежься никуда, хорошо? Масло, вот у нас масло. Значит, масло у нас... Здесь обычно пальмовое масло продается. Или кукурузное масло. Или кукурузовое масло. Да, значит, пальмовое масло, вот такая вот пачка, 160 рублей. Покупаем. Вот такая вот бутылочка кукурузного масла стоит 500 рублей. Это не покупаем. Кстати, здесь очень большая редкость подсолнечное масло. Вот смотрите, есть оливковое масло. Разное. А вот подсолнечного абсолютно нет. Не вижу. А вот, увидел я подсолнечное масло. Значит, 60 тысяч рупий. 300 рублей. А это овощиная. 1 литр подсолнечного масла 300 рублей. Мне звонят. А, это мне жена написала, что я лучший см. Спасибо, солнышко. Ты тоже лучшая. Значит, листового чая здесь не сильно много. Вот посмотрите, из всего, что представлено здесь на полочках, я вижу всего лишь какой-то местный чай. И то это не черный, это какие-то травы. И вот здесь вот зеленый чай. Китайский. Куда он зеленый? А остальное все пакетировано. Относительно цен. Значит, смотрите. Вот такая вот пачечка стоит 400 рублей. Почти. 300 там с чем-то. Вот на 200 делите. Вот маленькие пачки. 13 тысяч. 167. 13 тысяч 367 с лишним рублей. Это где-то 66, может быть, рублей. Вот 5800 есть. Значит, это 6500. Вот средний на 2 делите. На 200 точнее. Это вот 300 рублей. Вот такая пачечка стоит чая. Чуть дешевле. Вот такие вот по поводу сахарного песка. Значит, вот смотрите. 1 килограмм стоит 19 тысяч почти. Есть вот такие вот маленькие пакетики по полкило за 10 тысяч. Это получается 50 рублей. Кофе. Значит, смотрите, какие цены. Вот, например, большая пачка стоит 64,5 тысячи рублей. Это получается рубль. Ну, получается 320 где-то рублей. Поменьше, соответственно, у нас в 2 раза дешевле. То есть 35,5 тысяч это 170, наверное, 165 рублей. Это что-то касается копы. Есть вот такое место. Кофе тоже. Он уже не такой прессованный, как здесь, наверное. Его можно пить в такую маленькую пачечку за... Да, сейчас мы смотрим все равно. Получается 5500, то есть 27 рублей где-то. Вот эта пачка стоит. Это что касается копы. По поводу круп. Давайте я покажу, сколько стоят бананы. Значит, бананы стоят 20900 за килограмм. Это 100 рублей килограмм бананов стоит. Это не настоящий хлебник, сынок. Это просто для украшения. 100 рублей килограмм. Помидоры, значит, стоят 75 рублей килограмм. Или за 100 грамм 1760 рублей. Купим арбуз, купим, купим. Сейчас, значит, подожди. Значит, арбуз килограмм стоит 12000 рублей. Это приблизительно 65 рублей за килограмм. Килограмм 65 рублей арбуз. Значит, яблоки стоят у нас 64700 рублей за килограмм. Это получается 300 с лишним рублей за килограмм. Это яблоки. 300 с лишним. Мандарины. Мандарины стоят... Да, мандарины стоят 14000 за килограмм. Это 70 рублей, получается, за килограмм. Вот еще, значит, фрукты. Давайте покажу. Лимоны 100 грамм. Лимоны. Ну, значит, 80000 получается килограмм. Это получается 440 рублей за килограмм лимона. По поводу воды питьевой. Вот, скажем, обычная вода, негазированная. Стоит почти 6000. То есть, получается, 30 рублей. Сколько тут грамм? Ну, такой от маленький. Я думаю, 250 грамм. Нет, 350 грамм стоит у нас, получается, 30 рублей. Друзья, заехали мы с Андрюшей в другой магазин для того, чтобы поискать муку, потому что в Кокомаркете не было. И вот это Индомаркет. Что это? Здесь есть мука. И чешки такие? Да, вот, значит, мука. Смотрите, какие цены. Начинается от... Хотя, да, от одинаковых... 10-11 тысяч. То есть, получается, что за одну... Да, сейчас возьмем. Это сколько там? За один килограмм 50 рублей мука. Такая вот цена. Кокомаркет. Такая вот. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...